КОВЧЕГ Им удалось. Они построили восьмое чудо света — Ковчег. К сожалению, было уже слишком поздно. Событие Бринг происходит в огромном плавучем городе под названием Ковчег. Построенный на открытом море, как экспериментальный образец экологически чистого города, в 2045 году Ковчег потерял связь с остальным миром. Население разбилось на две противопорствующие стороны, и город находится на краю гражданской войны. События стали развиваться по худшему сценарию. На планете растаяли полярные льды, что привело к затоплению материков. В один момент миллионы людей лишились места для проживания. И многие из них решили перебраться в Ковчег. В результате вместо положенных 5000 населения Ковчега выросло до 50 тысяч человек. В городе яблоку негде упасть. Заканчивается питьевая вода, запасы пропитания и энергии. Постепенно сформировались две фракции. Первая — это члены сопротивления, добывающие необходимые ресурсы преимущественно незаконным путем. Им противостоят основатели Ковчега, которые присвоили себе большую часть городских ресурсов. Отношения между фракциями накалились до предела. Кто-то должен что-то предпринять, экономить собственные жизни, и они вынуждены сражаться, чтобы выжить. Солдаты службы безопасности, нанятые местным правительством, считают себя борцами за правое дело. Они — последняя надежда Ковчега. Только благодаря им, он всё ещё держится на плаву, они — невоспетые герои Ковчега. Мы не хотели, чтобы всё это выглядело как противостояние героев полицейских и злодеев-террористов. Это скучно. Противостояние отважных борцов за свободу со злыми служителями закона интересного тоже мало. Никто из них не считает себя плохим. Каждая сторона думает, что сражается за правое дело. В глазах службы безопасности участники сопротивления выглядят террористами. Точно так же члены сопротивления видят в своих противниках прямую угрозу. Они дают друг другу отличный повод для борьбы. Игра начинается с первого дня противостояния. И первым делом вам придётся определить направление, в котором развернётся весь этот конфликт. Создавая Бринг, мы хотели сделать перемещение в игре максимально простым и удобным. В нашей игре такие понятия, как передвижение и стрельба, просто неотделимы друг от друга. Бринг совершит настоящую революцию в жанре. Отныне новички и хардкорные игроки будут сражаться на равных условиях. Система передвижения Smart позволит вам с ловкостью преодолевать любые препятствия на своём пути. Раньше в шутрах это не представлялось возможным. При создании системы перемещения мы сталкивались с определёнными трудностями. Дело в том, что такая система работает лишь в упрощённом, блочном окружении. Но в окружении с декоративными моделями она просто перестаёт нормально функционировать. Прежде чем найти решение подобных технических проблем, нам пришлось разработать 4 или 5 рабочих прототипов этой системы. Мы отказывались от неудачных идей и мгновенно приступали к реализации новых замыслов. Один из секретных ингредиентов Бринг — это, конечно же, управление. Проще говоря, вы бежите на какой-либо объект и, зажав кнопку Smart, перепрыгиваете или перелезаете через него. Всё это происходит очень чётко и плавно. Если объект невозможно перепрыгнуть, вы проскользнёте под ним. Система передвижения Smart повлияла на то, как мы создаём уровни для игры. Она заставила нас по-новому взглянуть на игровое окружение. Когда дизайнеры уровней создавали игровые карты, они следили за тем, чтобы каждый объект обладал той или иной степенью интерактивности. Если же объект не отвечал этому требованию, они не помещали его на карту. В Бринг вы будете по-новому смотреть на игровое окружение. Каждый игровой объект открывает множество возможностей для взаимодействия. Наверное, больше всего я горжусь тем, что эта система действительно функционирует. Она сделана не ради эффекта, но с целью помочь игрокам глубже погрузиться в игру. Эта система поднимает интерактивность на новый уровень. Вы должны увидеть это собственными глазами. Каждый сможет свободно перемещаться по уровню как паркурщик и ощутить на себе магию смарт-управления. Работая над Бринг, мы старались сократить различия между одиночной компанией и мультиплеером. В одиночном режиме вас ждёт интригующий сюжет, харизматичные персонажи и всё в этом духе. Что касается мультиплеера, он подарит вам действительно уникальные ощущения. Мы словно стираем грань между одиночной компанией и мультиплеером. Неважно, играете ли вы один, вместе с другом или по сети, сражаясь с другими игроками, в любом из этих режимов вы будете играть одним и тем же персонажем, совершенствуя его по мере игры. Ваш персонаж — это не просто наскоро сгенерированный герой шутера. Ваш персонаж — это полноправный житель Ковчега, и его судьба имеет значение для города. Мы приложили немалую силу, чтобы создать динамическую систему генерирования заданий, которая бросала бы игроку новые вызовы, постоянно предлагая ему новый геймплей. Мне кажется, у нас получилось всё, что мы задумали. Так точно, охраняю позицию. Вы не будете идти по проторенному пути. Вы будете создавать собственную историю, и она будет отличаться от историй других игроков за счёт уникального опыта, который вы получите. В основе службы генерирования заданий лежит АИ «Командиры подразделения». Независимо от вашей роли в сражении и вашего местоположении на карте действия ваших товарищей, эта служба будет генерировать миссии для вас, выполняя которые вы помогаете в прохождении уровня. Вы просто открываете панель заданий и выбираете миссию. Вы не обязаны всё время быть на передовой, и, скажем, помогать спасать заложника из вражеских ладок. Ничто не мешает вам отправиться на поиски вражеского командного пункта и захватить его. За это всю вашу команду наградят бонусными очками. Все на оборону главного командного пункта! За все свои достижения вы будете получать очки опыта. На них вы сможете купить различные модификации для оружия, новые способности, а также всевозможные устройства и приборы. Дурель установлена! Мы словно разрушаем стены, отделяющие жанр одиночной игры от мультиплеера. Бринк — это шутер с элементами экшена и с интерактивным сюжетом. Словом, мы волновались не о жанрах, а о том, как доставить людям удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова